Народ, всем привет! Сегодня у нас 5 сентября. Я напоминаю, что мы машины проверяем, подбираем и отправляем по всей России. Также привозим с аукционов Японии под заказ. Звоните, пишите номер телефона вот здесь или в описании любого видео. Также авторынок Зелёный Угол работает с 9 до 17 ежедневно, без выходных и праздников. Ну всё, смотрим видео. Ребят, Хонда Грейс, 16-го года. Это седан от Хонды, тоже гибридный. Здесь его помыли и сушат. Сейчас у нас солнышко светит, вот открыли двери все. Такой седан, сразу покажу багажник. Под капотом у него 1,5 мотор. Есть кожаные вставки на сидениях. Кожаный руль, мультируль, круиз-контроль. Также лепестки, туманки японские, подогрев зоны дворников. Двухдиновая Газарс, родная магнитола, то есть у Хонды всегда родная Газарс идёт. Также климат-контроль, кнопка старт, бесключевой доступ. Здесь идёт 1,5-литровый мотор и стоит 7-ступенчатый робот. Вот он, селектор переключения. Ручник, подлокотник. Кожаные вставки, кожаный руль. Здесь пищалки в дырных картах также есть. Места, в принципе, достаточно как спереди, так и сзади. Причём у Хонда сделала такую интересную штуку, что сзади есть два прикуривателя, ну или розетки на 12 вольт, да, то есть для пассажиров что-то зарядить. Фу-то, я такого не вижу. Хороший вот багажник. Вот, а чё цена у него? А вот про цену-то я забыл спросить. Сейчас спрошу. Стоки на 16-х таких красивых дисках. Такой красивый седан. Две линзы в фаре. Туманки, всё японское, родное. Я понял, ну, примерно ещё машина только-только зашла, вот её только помыли на рынок. Ещё даже, говорит, не считал. Вот, но примерно, говорит, 935 он будет её выставлять. Вот, а здесь 3,5 балла, пробег 120 тысяч. Вот она вся целая, без подкрасов. Есть по замечаниям только вот царапины. И всё, вот он родной, куплен на Хонде аукцион. Вот и примерно 935 тысяч рублей. Такой красавец. Хонда Фрид. Это тоже полноценный гибрид от Хонды. Данная модель с 16-го года. 4 балла, 101 тысяча пробег. Интересный такой цвет. Это уже новый кузов Фрида, Спайка. Помните, вот как был Хонда Фрид Спайк? Сейчас он называется Фрид Плюс. То есть он идёт, если Фрид Плюс, значит он идёт 5 мест. Если он идёт просто Фрид, там уже 6, там 7-8 мест. Данная модель 5-местная. Как вот старый Спайк, только уже свежий кузов. Абсолютно новый кузов. Я его уже показывал. Ещё больше стало места. Ещё выше потолок, ещё шире машина стала. Красивее намного. То есть здесь уже прямо видно, что всё абсолютно новое. Электронное табло. Что у данной модели. Они также есть, конечно, разные комплектации. В данной модели мультируль, круиз-контроль. Также одна электродверь. Есть комплектация с двумя дверями. Кнопка старт, бесключевой доступ. Родная магнитола Газерс. Климат-контроль. Под капотом у него 1,5 мотор. Как у всех Хон. Что сейчас Грей снимал, что вот Фит. Что там. Вот эти все модели. Вот 1,5 мотор. 7-ступенчатый робот. Вот он селектор переключения. И литиевая батарея на 48 ячеек. В принципе, что там, что в Фите, что здесь. Всё абсолютно технически одинаково. Ох, сколько здесь ключей. Очень много, ребят. Посмотрите, очень много места. И высоченный потолок. Ну и так как это модель пятиместная. Вот он здоровенный их багажник. Также сидень можно уронить. Будет ровный пол. Здесь есть полка. Есть вот ещё отделение. В общем, места здесь очень-очень много. Даже розеточка ещё на 12 вольт также есть. Смотрите, боковушки, потолок. Всё как новенькое. Опа. Машина тоже аукционная. Давайте посмотрим. Найдём, мы не найдём здесь аукционники. Не всегда выкладывают. Вот здесь есть. Вот машина 4 балла, 101 тысяча пробег. А, ну я же вначале сказал. Вот она абсолютно вся целая. Машина в очень хорошем состоянии. Также выведен USB. У Газарса есть и Bluetooth, и DVD. И вот USB выведено. Также есть маленькая флешка. Есть возможность приобрести в кредит. Да, у нас, ребят, на рынке есть автокредит. А, все виды банков, да? 25 банков. 25 банков, партнёров. Вот. Поэтому если не хватает на какую-то модель, можете вот прийти и оформиться автокредит. Это двухэтажное стеклянное здание в середине рынка. Оно единственное, и вы его не пропустите. Здесь вам всё покажут, объяснят. В общем, вот такая модель. Шестнадцатый год. Ребят, начало ли говорил цену? Я сейчас забыл. Миллион сто девяносто пять, да? Я просто забыл. Пока говорил, говорил. Вот. В стоке идёт на пятнадцатых дисках. Вот данная резина сто восемьдесят пять, шестьдесят пять. Кстати, хорошая резина стоит девятнадцатого года. Ещё вот такой вот вариант. Ребят, если вы хотите, чтобы мы привезли данную модель с Японии, с пробегом там тысяч пятьдесят, да? Тоже четыре, четыре с половиной балла, то уже цена будет где-то миллион триста, не меньше. То есть, они меньше один триста, только вот с пробегом ближе к ста или после ста. Так. Смотрите, здесь все четыре балла. Вот, заметьте, я иду. Вот четыре балла машина. Вот четыре балла и сквайр стоит. Вот четыре балла. Это всё пробивается, всё реально. Вот экстрел четыре балла стоит. Вот четыре балла, да? Идём дальше. Вот форик. Он закрыт, да, он закрыт, так бы я его снял. Четыре с половиной балла, девяносто четыре тысячи пробега. Это всё пробивается статистики, всё. Вот целая поляна, здесь четырёхбальных машин. Вот ещё СИАЧерк, кстати, 1.2 Турбо, восемнадцатый год, про который я говорил, что они подешевле. Четыре с половиной балла. А вы мне, ребят, постоянно пишите, что можно найти хорошую машину на рынке. Да вот они, вот. Где вы ходите, я не понимаю. Вот восемнадцатый год, четыре балла. Всё это спокойно по кузову пробивается. Статистики, все эти машины, всё есть. Просто не знаю, где вы ходите, не там ходите, где надо. И не надо всегда вот искать подешевле. Вот если есть, допустим, вот стоит пробокс, да? Если у него средняя цена по рынку за передний привод 700, а за 4WD 800, то не надо их за 640 искать, ребят. А потом плакаться, что на рынке одно говно. Потому что это не так. Вот три с половиной балла, 140 пробег. Меньше 700 он всё равно не отдаст, по-любому. Потому что он сюда заходит, допустим, 650. Ну что-то надо же зарабатывать. То есть вложил миллион, ну что-то надо заработать. Это ж миллион всё-таки, да, вложил? Вот. А большинство у нас, получается, приезжает, берут максимально самую дешёвую машину на рынке, а потом плачутся, что здесь одно говно. Да нет, здесь, ребят, не одно говно. Здесь есть и плохие, есть и хорошие машины, есть и с аукционами 5А, чуть ли не новые. Просто всё по деньгам. То есть, если машина лучше, она дороже. Если похуже, подешевле. Всё очень просто. Toyota C-HR, данная модель гибрид. Они также есть не гибридные. Если идёт не гибрид, то идёт 4WD, 1.2 турбомотор на вариаторе. Данная модель гибрид. Мотор у неё 1.8. Это полноценный гибрид. От Toyota. 1.8 мотор. Также батарея, никель-металлогидрид, также нимх. Ну и планетарная коробка передач. Эти 1.2, они идут подешевле, 1.2 турбо. Вот такие 1.8 гибрид. Они подороже. Средняя цена на 1.8 такой вот гибрид. Конечно, разные комплектации есть, но начинается от 1.700.000 рублей за хороший вариант с небольшим пробегом. Вот, допустим, данная модель. Пробивайте его в статистике. Вот он, номер кузова. 4.5 балла. Куплено на Toyota. 53.000. Родной пробег. Вся абсолютно целая. То есть машина в идеальном состоянии. Комплектация у неё G. Что есть G? Кожаный руль. Мультируль. Круиз-контроль. Автосвет дальний-ближний. Кнопка старт. Бесключевой доступ. Также камеры на предстолкновение и по полосам. Электронный ручник. То есть сзади стоят сервоприводы. Никаких тросиков. Просто щёлк. И на ручник она встала. Хорошая двухдневая магнитола с коншиной. Вот если вы видите, у Toyota магнитолы родной вот такую крутилку, значит есть шина. То есть она подключается к машине и дублирует. Здесь машинку рисует. Ну, всё очень красиво. То есть, что бы вы здесь ни делали, она всё дублирует. Климат-контроль. Климат раздельный. Как для пассажира, так и для водителя. Также есть подогревы передних сидений. Такая вот у неё идёт панель. С тахометром. Ой, боже мой. Всё, я уже не туда пошёл. Здесь есть спидометр. Здесь режимы. То есть, еко-режим. Когда вы газуете. И когда идёт зарядка. То есть, здесь вам показывает. С тахометром. Я уже совсем устал сегодня. Ручки у них идёт как у Хонды Везел. То есть, это конкурент Хонды Везелу. И ручка идёт также сверху. Но машина, конечно, намного качественнее, чем Хонда Везел. Всеми материалами. Начиная от железа, мотора. Да, абсолютно всем. Ходовая часть намного мягче. Тоже хороший багажник. То есть, она Хонда Везел уступает всем. Ну и Везелу, естественно, дешевле. Не зря. Не просто так уступает. Вот. А в стоке идёт, получается, на... Восемнадцатых дисках. И вот это, ребят, обычная комплектация. То есть, если вот здесь идёт такая фара, это обычная комплектация. Есть ещё вот с таким поворотником, как на Лексусах, знаете. Он вот так вот мигает. Она будет дороже на такой фаре. Вот это вот подешевле. Семнадцатый год. Четыре с половиной балла. Пятьдесят тысяч пробег. Ну и средняя цена миллион семьсот. Рядом стоит Тойота Аква. Это уже последний рестайлинг с семнадцатого года. Средняя цена на такую Акву, даже обычной комплектации, то есть, это будет на ключе, восемьсот пятьдесят тысяч рублей по рынку. Поменяли они немного морду, как вы заметили, стопари. А также они сделали немного другой руль. Вот здесь изменили климат-контроль. И сделали интересное, красивое меню. Это вот такие изменения, которые я заметил. У данной модели она на ключе. Но она может быть также на кнопке старта, но она дороже. Обычно на рынок заходят сейчас пока на ключе. Потому что на кнопке они очень дорогие в Японии. Вот. Мультируль. Автосвет дальний-ближний. Камеры на предстолкновении по полосам. Двухдиновая Тойота Магнитола. Климат-контроль. Вот. Это полноценный гибрид. Нимх батарея стоит 20 человек. 1.5 мотор. И планетарная коробка передач. Также вот в дверных картах пищалки есть. Машина в стоке идет на 15-х дисках. У данной модели еще есть сонары. Вот такую красавицу. Можно забрать за 850. Вот средняя цена по рынку. Если будет 4 балла, допустим, 100 тысяч пробег. Ребята, Ниссан Сирена. 15-й год. Это конкурент Тойоте Новых, Увокси, Эсквайеру, Хонде Степвагону. Хагуэй Стар. Так. Подсветки. Что здесь есть? Это полноценный большой автобус. Машина сколько там, 8-ми местная. Вот так. Мультируль. Камеры стоят на предстолкновении и по полосам. Двухдиновая магнитола. Климат-контроль. Климат я не вижу, чтобы был раздельный. Видать, он не раздельный. Обычный климат-контроль. Здесь селектор переключения вариатора. Кнопочка. А, запуска. Кнопка старт. Бесключевой доступ. Она так сделана, что я даже запутался. Есть подвокотники. Так, два бардачка. Под капотом у нее 2 литра мотор. Вариатор. Одна электродверь. Машина, конечно, технически наступает по всем моментам. К тому же Тойоте. Той же, точнее, Тойоте. Или Хонди. Но она намного дешевле. Вот вторая печка. Она намного дешевле. То есть, миллион сто пятьдесят. Данная модель стоит за пятнадцатый год. Машина. Так, давайте найдем аукционик. Здесь вот он аукционик. Пробивайте. Смотрите, аукционик родной. Я так вижу. Четыре балла девяносто четыре тысячи пробег. И у машины подкрашено только заднее левое крыло. Так, четверка девяносто пробег. Вот. То есть, но хвоксик. Он будет уже от полтора миллиона за пятнадцатый год. Стоит, да, нормальный. Здесь миллион сто пятьдесят. Причем, места, в принципе, столько же. Камера заднего хода. Вот он, третий ряд. Тут все, в принципе, полноценный автобус. Ну и двухлитровые моторы. Вот один из самых дешевых. Я думаю, даже не из, а один самый дешевый автобус. Это от Nissan Sirena. А в стоке идет на пятнадцатых дисках. В принципе, как и у Toyota и у Honda. Вот такой красавец. Конечно, есть жирнее комплектации, но они уже дороже. Ребята, это уже Voxy, рестайл. Последний, который идет с семнадцатого года. Данная модель восемнадцатого года. Так, они поменяли переднюю часть, сделали линзы. Это вот конкурент Sirena, но намного дороже. Данная модель восемнадцатый год. Четыре балла. И сейчас посмотрю пробег. Девяносто девять тысяч пробег. Миллион шестьсот девяносто пять тысяч рублей, как мне сказал продавец по дрому. В дроме она есть. Что здесь есть? Опс, чуть отодвину. Вот здесь мультируль, круиз-контроль, кнопка старт, бесключевой доступ, автосвет дальний-ближний, также камеры на предстолкновение и по полосам, две электродвери, двухдиновая магнитова, раздельный климат-контроль. Под капотом здесь два литра и вариатор. Есть также и гибридные версии, но данная модель не гибрид. Гибридные версии, они всегда дешевле. Потому что там мотор 1.8. Машинку еще только начали мыть, только, видать, недавно привезли. Третий ряд, смотрите, как убирается, и у вас получается здоровенный багажник. Второй ряд вот так можно убрать. Тогда у вас целый вагон здесь. Ну вот он, второй ряд здесь. В данной модели, сколько получается, 8 мест, две печки, вот она, вторая печка. Вот, а чем плюс второй печки? Тем, что третий ряд, когда вот она есть, третий ряд у вас не мерзнет. Что минус 20, минус 30? Одной печки хватает вот на два ряда первых, а третий ряд именно обогревается вот этой второй печкой. И это очень, ну, практично. У вас дети, допустим, не будут мерзнуть. Ну вот, считайте, миллион семьсот, но год восемнадцатый. Свеженький. Такой красивый. Хорошая комплектация. Первомутор. Такой вариант есть на рынке. Тоже вся целая. Такой вариант есть на рынке.